И он задает ему вопрос в стиле известного фильма «Дневник директора школы». Скажите, пожалуйста, что вы думаете о Чехове? Ответ молодого учителя. Я слышал о нем много хорошего. Пора менять структуру заработной платы, пора повышать долю базовой составляющей в этой заработной плате. Но если мы повысим долю базовой составляющей, мы это должны понимать, средняя зарплата будет совсем другая. Когда в моей родной Омской области объявили, что средняя заработная плата учителей 37 тысяч, ко мне посыпались звонки «Расскажите у кого». Расходы деньги на образование из федерального бюджета должны быть окрашенные. Закон идет в разрез с многолетней отечественной традицией. Со второй половины XVIII века в России утвердилось представление о том, что просвещение – это благо. Я как российский интеллигент, как экс-президент общества знаний России, никогда не буду поддерживать закон, в котором фактически предполагается, что просвещение – это зло. Теперь исключается слово «исключительно», и мы требуем, чтобы каждое учебное заведение имело эту самую информационно-образовательную среду. Ту же самую цифровизацию можно реализовать на пользу, а можно реализовать во вред. Я люблю цитировать Гегеля, который был совсем не глупым человеком, утверждал, что такое метод. Метод – это теория, приведенная в действие. Для того, чтобы владеть методом, нужно знать теорию. Субтитры создавал DimaTorzok